Здравствуйте, товарищ рыболов! В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об интересной приманке от компании Yosheonix. Продукция Yosheonix, пользующаяся уже на довольно-таки большое количество времени, их резина мне нравится по нескольким факторам. Это её высокая съедобность, большое количество реализации поклёвок, то есть рыба не в охотном, можно сказать, отпускает и не сразу распознаёт подвох. И самое главное, это её вполне гуманная стоимость, по сравнению с более дорогими аналогами. Чем мне привлекает данная резина? Тем же, чем как раз-таки её форма и размер. Приманка называется Zazim Plump. Длина её составляет 12 см. Продается в таких вот упаковочках. В этих зип-пакетах, в которых приманка сохраняет свой аттрактант, не выветривается, то есть всё плотно закрывается и сохраняется довольно-таки продолжительное время. время, что при хранении, что на рыбалке. Приманка очень обильно пропитана аттрактантом и изготовлена из съедобного силикона с большим количеством добавлений в её же состав самого же аттрактанта и соли, что, в принципе, немаловажно для лаули-щуки. Не знаю, по каким причинам, но приманки, в состав которых входит соль, намного уловистей, ежели просто пропитанные аттрактантом. Особенно сказывается на реализации поклёвок. Приманка... Тоненьким хвостиком с большой пяткой, но также тоненькой. С данной формой тело выпускают многие производители, но в чём особенность именно этой приманки? В том, что длина её составляет 12 сантиметров. В таком размере у других производителей я пока что не встречал. Может, конечно, и есть, но, в принципе, меня вполне устраивает продукция Yoshu Onyx в соотношении цены и качества. А качество у них на высшем уровне. Резина способна выдержать большое количество поклёвок щуки. Это, на мой взгляд, исключительно щучья приманка в моём случае. Вот если присмотреться, то, надеюсь, на камеру будет видно, что в состав резины входит очень большое количество таких вот вкраплений. Это как раз-таки и есть сама соль. Вот, трогая приманку, я по пальцах ощущаю кристаллики соли. Атрактант не слишком навязчивый, не воняет, как будто кто-то в упаковке, кто-то умер. Вполне нормальный. Похож на натуральный запах рыбы. Так что, приманка очень интересная, уловистая. В принципе, её можно оснащать различными монтажами. В основном, она сделана для оснащения подовсетных крючок, поскольку имеется паз на спинке приманки, куда прекрасно можно спрятать жало и повысить её проходимость сквозь препятствия. Но также можно оснастить двойным крючком и также обычной джиг-головкой. То есть, что вам больше нравится и что наилучшим образом подходит под место ловли, в принципе, затруднений никаких не будет. Так что, можете смело приобретать и ловить свой заветный трофей. Всем не хвастанье чешуи. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazin.